Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, мои хорошие, по вашим многочисленным просьбам сегодня буду рассказывать и показывать росток. Вчера отсняла ролик, стала просматривать и нашла у себя ошибку. Я думаю, что при просмотре, если я это место не вырежу, вы поймете, где ошибка, но сейчас не об этом. Сейчас покажу, как сидит кокетка на манекене. Это перед и он короче спины. Сейчас покажу со спины. Но что хочу сразу сказать. Буду отходить от описания, которое в источнике. Ссылку я оставляла. Это страна мам. И там дается всего два клина на рукав. То есть, вот здесь вот мы уже должны были соединиться воздушными петлями, оставив один клин спереда и забрав второй клин со спины и вот здесь вот соединить воздушными петлями и уже отделить таким образом пройму для руки с одной и с другой стороны и вязать по кругу. Меня такой вариант не устраивает. Даже в описании, вот здесь вот 16, там 16 рядов, но я думаю, там опечатка и в этом месте. То есть, здесь 16 сантиметров линия реглана. Мне эта линия реглана в 16 сантиметров совершенно не подходит. Поэтому я буду продолжать вязание в круговую и когда у меня вот здесь вот будет 19 сантиметров, я начну там уже дальше кумекать, как соединить, то есть отделить вот это вот, эти два клина. Возможно, будут не два клина, возможно, где-то я вот здесь вот точку соединения сделаю и воздушными петлями доберу. Это еще я не знаю, но то, что не 16 сантиметров у меня будет линия реглана, это точно. Вот хорошо бы вот здесь вот сейчас, вот она линия реглана, если посмотреть вот здесь, и вот здесь бы соединиться, ну тогда у нас вот здесь будет открытая часть на груди и, конечно же, это некрасиво, не эстетично. Поэтому я продолжу вязание по кругу, пока моя линия реглана не достигнет где-то 19-20 сантиметров и потом уже буду отделять. Естественно, у меня добавится вот здесь вот расстояние и будет не совсем та модель, которая на картинке. Ну, увы, размер не S и не M, поэтому буду менять описание и делать под себя. Что еще хочу сказать, мои хорошие, смотрите, во-первых, с этого момента я перешла на крючок с 2,25 на 2,5 и вот в этих трех клиньях по переду я сделала дополнительное расширение, то есть в клиньях вот здесь вот, поскольку это линия груди, я сделала расширение и в остальных клиньях я расширение не делала, то есть у меня вот эти клинья будут шире, потому что все-таки у нас есть выпуклости, мы же красивые и все красивые по-разному, поэтому смотрите под свой размер, возможно, вам таких рядов с дополнительным расширением по переду понадобится больше, смотря какая грудь у вас, поэтому каждый тут решает сам. Вот так вот выглядит спина, вы видите, что она намного длиннее переда и здесь линия реглана намного длиннее. Так что буду продолжать круговое вязание и потом уже, когда, ну, здесь буквально сейчас у меня уже сантиметров 16, наверное, есть, то есть мне осталось рядочка 3-4 провязать по кругу и буду уже разделять по, ну, делать разделение, отделять тело от проем рукавов, хотя здесь не рукава, но пусть будут крылышко, в общем, вы меня поняли. Теперь, значит, сейчас я покажу вам схематично, нарисую, вот, чтобы вообще было все понятно, покажу свой принцип вывязывания ростка на бумаге, потому что, ну, не помещается у меня уже, в общем, эта вся конструкция в камеру, поэтому на бумаге, а потом будет, дальше пойдет видео и вы посмотрите, как я это делаю на практике, думаю, что вам будет понятно. Итак, друзья, как же это выглядит схематически? Давайте нарисуем круг, вот здесь у нас это начало ряда, у меня здесь висит красный маркер, здесь 5 секторов и здесь 5 секторов, 5 наших клиньев. Какое-то расстояние провязано, я уже не буду это показывать, вы просто поймите принцип. Значит, дойдя от начала вязания мы идем по лицевой стороне и доходим до этой точки, это у нас левое плечо, это правое плечо, то есть доходим до центра плеча. Здесь делаем 3 воздушные петли подъема и идем по изнанке, вот в эту сторону, по изнанке, тем самым мы добавляем ряд, идем до нашего левого плеча. Вот здесь вот мы очутились, так скажем. Теперь я здесь обрываю нить, я не говорю, что это правильно, я рассказываю, как делала я. Мне лишний узелок не помешает. Дальше другой нитью я присоединяюсь вот здесь. Видите, у нас уже вот здесь вот уже один дополнительный ряд есть. И иду вот в эту сторону, то есть второй ряд и круговой у нас идет вот так. Дошла сюда, здесь соединилась и пошла в круговую вот сюда. И вот мы замкнули ряд. То есть получается у нас уже здесь два ряда, а здесь один ряд. На ряд мы уже увеличили. Это первый разворот. Я делала его, получается, на пяти клиниях. Следующую точку разворота я сделала, пройдя раз, два, три, четыре. То есть вот здесь, вот на четвертом клине, я сделала то же самое. Поднялась петлями подъема и прошла дополнительным рядом по трем клиньям, дойдя вот сюда. То есть вот здесь у меня три клина. И вот четвертый, пятый. Так вот, не доходя, то есть мы начали раньше и закончили раньше делать этот дополнительный ряд вот здесь, не доходя вот сюда. Теперь делаем то же самое. делаю обрыв. Здесь цепляю дополнительную нить и иду вот сюда. Опять вот сюда иду дополнительный ряд, спускаюсь вот здесь вот, и иду вот так вот по всему кругу. Обязательно круг нужно закончить. Получается, что у нас? У нас уже вот здесь два ряда. Ну, здесь вот я со своим рисованием, но здесь два ряда. А по спине у нас уже четыре ряда. Мы уже увеличили нашу спину на два ряда. Следующий, как бы, следующий разворот я делала опять на пяти клиньях. То есть доходило, ну, выполнили круг, пошли опять вот сюда, дошла до правого плеча, сделала опять петли подъема и пошла вот сюда. Теперь здесь делаю прикреп опять очередной и иду вот сюда. Здесь у нас ступенька и опять пошла вот сюда вот закончила ряд. Видите, у нас вот здесь поднимается, а здесь тоже поднимается, но меньше, потому что мы делаем точки разворота. Все то же самое, что и в вязании спицами. Значит, потом провязав еще, может быть, даже можно провязать еще один полный круг, второй полный круг, а потом сделать опять точку разворота. у меня вот здесь получилось четыре точки разворота. И еще одну точку разворота я тоже делала на пяти вот этих вот клиньях по спине. То есть опять начинала вот отсюда, заканчивала вот здесь, делала точки подъема, вернее, петли подъема, заканчивала вот здесь, здесь цепляла нить и шла в обратную сторону вот таким вот образом, замыкая круг. У нас получается, здесь идет прибавка, здесь она не такая существенная, потому что мы добавляем лишние ряды. Принцип тот же самый, что и в вязании спицами. Ой, не знаю, девочки, как смогла объяснила, сейчас вы посмотрите видео и думаю, что уже посмотрев видео, вы разберетесь. Очень надеюсь на ваши комментарии, понятно вам, не понятно ли. Сейчас покажу на плоскости, как назло, запутался моточек. Сейчас, мои хорошие, уже не хочу останавливать видео, потом распутаю все это. Я просто вам хочу показать, вот они мои, видите, обрывы нити, и я вам покажу красивое соединение, смотрите внимательно, вот они, и мне как бы, ну, совершенно, вот они, совершенно не сложно потом это заправить, заправить, и ради того, чтобы красиво все сидело, я поступаю вот таким образом. Вот, видите, как выглядит с лицевой стороны все достаточно красиво. почему я сейчас не заправляю нити, когда уже буду точно знать, что я ничего переделывать не буду, а вдруг мне придется перевязать, чтобы мне проще потом было распустить. вот они эти ниточки, вот здесь были точки разворота. Ну, а сейчас продолжу вязание до когда будет у меня 19 сантиметров линия реглана, потом, конечно же, покажу вам, ну, а вообще, конечно, лучше дождитесь окончательного результата, потому что вяжу сама, вяжу на свой страх и риск, так как чувствую, так как считаю нужным, получится, не получится, не знаю. Поэтому на этом буду я заканчивать свое видео, пишите в комментариях, понятно, не понятно, ну, а дальше приглашаю вас к просмотру уже практики. И все, мои хорошие, на этом заканчиваю, всех люблю, обнимаю и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова. Итак, росток. Нам нужно поднять спину, вернее, сделать спину длиннее, чем перед. Это и называется ростком. Как это делала я? Значит, смотрите, стоят маркеры, это поделено, расстояние, пополам. Здесь 10 секторов на спинку, допустим, и наперед тоже 10 секторов. Вот стоят маркеры. Первый дополнительный ряд на спине я вязала следующим образом. Вот это вообще красный маркер, это замыкает круг. вот я начала вязать ряд. У меня здесь было провязано 9 рядов. Их можно посчитать по дырочкам. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть когда было провязано 9 рядов, я стала вязать росток. Дойдя до вот этого маркера, я поднялась тремя петлями, тремя воздушными петлями подъема и стала вязать в обратную сторону, то есть по изнанке. Вы сейчас пока послушайте теорию, а потом я покажу практику, чтобы вы понимали. Итак, я пошла вязать по узору в обратную сторону и дошла до вот этого маркера, то есть до центра половина. прошла. Здесь я остановила вязание, добрала, оторвала, можно сказать, нить, но у меня был второй моточек, поскольку моточков-то у меня два, и я естественно отмотала нужный мне цвет в два клубочка. Одним цветом вяжу, второй у меня естественно клубочек. Так вот, довязав вот досюда, то есть провязав лишний ряд, остановилась я вот здесь, теперь нам нужно было сравнять вот с этим, с этой стороной. Что я сделала? Я присоединилась вот отсюда другой нитью и стала вязать в обратную сторону, провязав до конца вот этот ряд, то есть здесь ряд был выше, а отсюда я пошла вязать уже по лицу от другого клубочка и провязала еще один круг, то есть этот довязала и еще один провязала. Следующий ряд подъема я провязала вот досюда, вот мы понимаем вот здесь и стала вязать вернее вот досюда и стала вязать в обратную сторону уже вот с этого места и провязала три сектора то есть сначала было пять секторов ряда подъема теперь я решила сделать что мне вот здесь нужно поднять то есть вот на этих трех секторах точно так же я подняла провязала дополнительный ряд по этим секторам потом соединила опять в круговую все провязала вот теперь у меня опять будет еще несколько рядов подъема и теперь я опять захвачу пять секторов то есть сначала пять секторов дополнительный ряд был провязан на этой части потом на трех секторах дополнительный ряд был провязан и потом опять все в круговую соединилось теперь я буду опять чтобы можно в принципе на вот этих трех и оставить еще дополнительные ряды вытягивать только вот эти дополнительные ряды но я все же попробую сделать опять на пяти секторах а дальше посмотрим может быть опять на трех еще одну один ряд дополнительный привяжу ну а теперь давайте покажу как я это делаю на практике вот сейчас я дойду вот до этого места и дальше я покажу как я буду этот ряд подъема делать итак смотрите дошла я до этого маркера сейчас мы сделаем петли подъема и пойдем в обратную сторону по изнаночной стороне и будем доходить вот до этого маркера как я это делаю значит смотрите вот это у нас по схеме выпуклые столбики как его вязать я думаю вы знаете значит смотрите я делаю 1 2 3 воздушные петли подъема и переворачиваюсь на изнанку поскольку с лица у нас идет выпуклый столбик мы сейчас на изнанке собственно говоря я провязала вот эти три петли подъема будут являться вот этим одним нашим выпуклым столбиком но поскольку мы и идем по изнанке нам с этой стороны вместо выпуклого столбика нужно провязать вогнутый столбик накид на крючок и вот так вот цепляемся сначала провязываем столбик без накида вот этот вытянутый патентный а теперь накид на крючке смотрите с лица у нас получился выпуклый столбик а с изнанки мы его связали вогнутым столбиком так сейчас развернемся и пойдем вязать дальше по рисунку по рисунку мы эту этот столбик пропускаем и вот в этих рядах поворота я не делаю прибавок чтобы не путаться потом с количеством петель когда вы свяжете рисунок этот узор до зигзаг вы поймете о чем я говорю так вот в поворотных рядах вот в этих рядах подъема по спине мы не делаем я не делала во всяком случае никаких прибавок чтобы мне не запутаться давайте заодно покажу так я вижу вот этот патентный столбик с накидом то есть смотрите накид на крючке сначала провязали столбик а потом провязали накид и у нас в итоге наш столбик с одним накидом получается вытянутый у меня здесь должно быть 10 столбиков 3 столбика провязала воздушная петля 4 вот эти столбики всегда нужно просчитывать вдруг не туда попадете чтобы не распускать целый ряд проверяю всегда себя 5 6 все овощи здесь вот надо две пол петли ухватиться чтобы было аккуратно сначала столбик потом накид 9 10 столбик вот эти столбики увеличиваются ваш клин расширяется столбики увеличиваются столбики которые провязываются вот здесь я их не считаю просто для удобства ну чтобы не запутаться они так скажем величина постоянная во всех клиньях а вот ребра там где мы провязываем по ребру вот здесь вот они увеличиваются поэтому чтобы не ошибиться туда не туда в дело крючок я всегда просчитываю количество столбиков по одной и по второй стороне а вот эти просто не не считаю они постоянно здесь 4 столбика то есть два столбика на одно ребро 2 столбика на другое ребро между ними две воздушные петли это величина постоянная а теперь считаем воздушная петля и уже вяжем вторую сторону нашего клина 1 2 3 4 5 6 вот видите за одну петлю подхватила возвращаемся потому что так не должно быть подхватываем 2 полупетли так это у нас 6 6 7 8 9 и 10 столбик ребро связали здесь воздушек нет мы подошли вот если посмотреть на лицо вот эти наши выпуклые столбики а теперь они с изнанки у нас будут вогнутые столбики поэтому накид на крючок и провязываем обратно 1 столбик выпуклый столбик с этой стороны провязывается вот так это если мы на лице но мы сейчас на изнанке нам нужен этот выпуклый столбик с лица поэтому мы здесь провязываем вогнутый столбик думаю что я объяснила понятно и вот таким вот образом мы вот от этого маркера по рисунку идем до красного маркера вот идем вот сюда и потом я покажу как делать дальше то есть вот он наш вот видите мы пошли вязать в обратную сторону и вот он этот наш ряд подъема который идет на росток по нашей спине это уже мой третий по моему разворот и так смотрите решила показать вам в более удобном месте у меня на столе там уже ничего не помещается чтобы вам было понятно то есть мы начинали отсюда шли по изнанке сейчас я вам лицу лицо показываю шли 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 и дошли его до этого места до красного маркера это у нас спина вот так вот нам сейчас нужно вязать перед вот отсюда в принципе мы можем не обрывать нить и пойти также по изнанке но в этой части уже делая прибавки вот в этих секторах потому что сейчас у нас везде по 10 10 столбиков что в этих клиньях со спины что по переду 10 столбиков и по спине мы уже несколько раз провязали ну во всяком случае я уже провязала пару раз вот этот клин не увеличивая нам уже пора увеличивать наши клиньи так вот мы можем пойти вот с этой точки по изнаночной стороне провязывая вместо вот этих выпуклых столбиков с лицевой стороны провязывать вогнутые столбики делать здесь прибавки в клиниях но мне бы не хотелось это делать потому что когда я приду вот сюда в эту точку мне нужно будет соединиться и потом делать петли подъема которые будут некрасиво смотреться поэтому я сейчас вот здесь вот отрежу ниточку оставлю петельку мы потом ее подхватим вот здесь отрежу нитку и прицеплюсь вот здесь здесь у нас уже петли подъема есть вот вы их видите видите поэтому нам дополнительные вот здесь петли подъема если мы пойдем по изнанке они нам не нужны я сейчас присоединился вот в этом месте обрезав нить и пойду вязать уже опять так как мы вяжем справа налево то есть по лицу с лицевой стороны и по всему кругу я думаю что это понятно вернее неправильно вам сказала вот здесь увеличивать петли еще не будем потому что это вот красный маркер это начало ряда поэтому мы сейчас вот здесь прикрепимся пойдем вязать теми же десятью столбиками в каждом клине придем вот сюда и уже вот из этой точки мы начнем увеличивать наши ряды по всему нашему узору по всему кругу надеюсь это понятно сейчас покажу как я буду вот здесь присоединяться как мы будем идти теперь по лицу и встретимся потом вот здесь итак поехали и так вот я обрезаю здесь ниточку иду в нашу эту точку о которой я вам говорила эту же ниточку не перепутать бы это у меня там кубочки лежат воздушной петлей делаем перекреп с этой стороны вот эту пряжу мы потом кусочек ниточки спрячем и и начинаем наше вязание здесь у нас все те же 10 столбиков видите у нас здесь вот получится вот такая незаметная немножко больше дырочка ну потому что наш ряд стал выше поэтому так и пошли вязать опять наши эти полу патентные или патентные столбики я не знаю как они правильно называются но сначала провязываем так кузьма прошу прощения вот чуть не снес камеру то есть сначала столбик потом накид воздушная петля и считаем здесь подтянется здесь не будет такой дырочки вот видите вполне приемлемо удобно варима да раз два три четыре не знаю куда мне лучше то ли в камеру смотреть то ли за камеру так 5 6 7 8 9 и 10 не получился воздушная петля и вот эти столбики они постоянные я их не беру в счет чтобы не запутаться здесь и воздушке сюда же и еще 2 столбика патентных с накидом и идем вот сюда 10 столбиков и здесь я покажу вам этот уже выпуклый столбик итак дошла я до выпуклого столбика вот этот столбик по рисунку мы всегда пропускаем это у нас вогнутый угол здесь у нас идет сужение всегда по схеме он пропускается и после последнего столбика мы не делаем воздушную петлю и вот он выпуклый столбик очень просто цепляясь за него но не забываем что мы выпуклый столбик но его тоже вяжем полу патентным зацепились вытащили нить сначала провязали столбик без накида а потом накид вот наш выпуклый столбик здесь тоже воздушка не делается этот столбик мы пропускаем а вот отсюда вяжем все те же десять столбиков и до нашего угла и так идем вот до этого места здесь встретимся покажу как прицепиться красиво за эти патентные выпуклые столбики ввязав вот эту нашу петельку и все дальше вязание пойдет полностью по кругу и уже с этой точки мы начнем расширять опять наши клиньи то есть они уже пойдут по 11 петель с одной стороны ребра с другой стороны ребра и во всех клиниях таким образом смотрите вперед у нас имеет одинаковое количество петель и имеет вот такую длину я потом вам скажу по размерам а со спины здесь тоже одинаковые все те же 10 петель но более вытянутый клин то есть мы таким образом вот этими разворотами мы увеличиваем нашу спинку и чем больше этих разворотов по спине тем ниже будет наша пройма для головы то есть наш вырез будет иметь разную форму и так я довязала до красного маркера теперь у нас здесь же был обрыв нити вот он этот вот она эта петля и нам нужно красиво ее соединить и чтобы у нас не было лишних столбиков подъема у меня нигде здесь нет столбиков подъема значит смотрите накид на крючок заходим за вот этот столбик вытаскиваем петлю захватываем вот эту петлю от которая обрыв нити сейчас мои хорошие очень тяжело в камеру показывать соединяем эту ниточку сейчас что ж такое и так дубль 2 накид на крючок зашли за столбик зацепили петлю теперь соединили вот с этой петлей от клубочка вот мы соединили и теперь провязываем столбик можно сказать без накида и наш накид на крючке вот все у нас вот эта ниточка очень красиво красивое соединение мы ее потом спрячем в полотно и будет все замечательно видите мы сразу от этого ряда при помощи вот этой манипуляции мы сразу поднялись не делая лишних петель подъема на вот эту высоту теперь делаем накид на крючок и нам осталось сделать выпуклый патентный столбик 2 все теперь у нас все идет по кругу мы соединили все наши ряды начиная вот от этого маркера здесь мы тоже подтянем эту ниточку запрячем ее и у нас все ровно и красиво полотно еще не гладилось прогладиться вообще будет красота и теперь с этого момента идем по полному кругу и в этом в этом ряду я хочу сделать еще одно расширение и скорее всего потом уже будем отделять рукава и туловище до обещала вам насколько я поднялась насколько спинка поднялась от переда сейчас замеряю скажу итак давайте замеряем клин но я еще не знаю может быть еще добавлю еще один ряд разворота ну давайте что сейчас практически 7 7 17 сантиметров видите ну почти 17 разгладиться будет 17 а по переду вот анклин что у нас здесь здесь 14 сантиметров то есть получается на 3 сантиметра я уже сделала в спинку длиннее то есть провязала росток все-таки мне хочется еще один рядочек чтобы было хотя бы сантиметра 4 сейчас если вы так соединить то это вот как раз эти три сантиметра и есть вот он нет все-таки еще я провяжу один ряд разворота а потом уже начну отделять рукава так что вот мои хорошие следующий ролик уже покажу как я отделяю рукава и как вязать дальше ну и жду ваши вопросы если что кому непонятно пишите буду рада ответить